Ну а вся Украина готовится к завтрашнему дню. День Победы в этом году внушает много опасений, вы наверняка сами знаете, смотрите по сторонам, слышите только и разговоров, что о провокаторах. Это, конечно же, должны быть вроде как молодые спортивные парни, которые планируют, как минимум, бить ветеранов. Вот посмотрите на Шаманова, вот приблизительно такие. Я не планую, битый ветеранев. А ну, давай. Отбирать у них символику из СССР, естественно, для того, чтобы что потом сделать? Понятное дело, обвинить во всем бандеровцев. Готов ли Киев защищаться, узнавал наш боевой Саша Джусупов. Переполох в центре Киева. Посреди улицы, прямо напротив посольства Ватикана, неизвестные подложили бомбу. Белая коробка на капоте джипа посеяла настоящую панику. Спустя время на место прибывает милиция и саперы, чтобы эвакуировать людей и обезвредить опасный предмет. Улицу перекрывают, джип в оцеплении. Если такое происходит накануне 9 мая, то что же будет в праздничный день? Еще никогда я с таким страхом не ждал эту дату. Ведь в нынешнем году она рискует получить новый окрас. Люди боятся провокаций и кровопролития. Как же избежать беды? Небольшой городок Вишневое. Именно здесь и сейчас должно произойти то, что может впоследствии спасти всех. Под зданием местного горсовета непривычно много людей в камуфляже. Здесь собрались представители силовиков и всех сотен самообороны. Именно они попытаются остановить возможные диверсии 9 мая. И для этого им нужен четкий план совместных действий. Штаб подпрацевал логарифт на Киевсо-Затошинском районе. Спопрацей с милицией, с ГАИ, с прокуратурой, с СБУ. Прежде чем заседать, рядовых бойцов готовят к патрулированию. За порядком на улицах будут следить и на машинах, и на мотоциклах. Вот такой вот железный кунь сегодня будет стоять на страже границ нашего города. В отрядах самообороны и бывшие военные, и гражданские большинство прошли Майдан. Валерий Фессун во время событий на Грушевского потерял глаз. Но это его не сломало. Восстановился после операции и снова на службу охранять порядок. Не боитесь? Нет. Мне бояться нечего, потому что у меня Афган за плечами. Бойцов распределяют по группам. В этом районе таких бригад 10. И у каждой из них есть своя зона влияния. Прямо сейчас в таком оперативном режиме происходит целая топографическая разбивка мобильных бригад патрулирования. Все бригады имеют свои крайние точки, к которым выезжают. Общаются с людьми. Пока рядовые отправляются в рейды по району, начальники идут заседать. В одном зале собрались представители самообороны, нацгвардии, милиции и СБУ. Накануне 9 мая они обсуждают создание дополнительных батальонов нацгвардии из сотен самообороны. Берут всех, кто может быть полезен. Переписали, у кого есть бороны, у кого есть трактор, у кого есть эскаватор, у кого есть машина, у кого есть мотоцикл. Есть девочки такого возраста, как я, где-то с 50-ти, которые были медиками. Их нужно взять. Не дай Бог. Это не дай Бог. Понимаете? Пока проведем мобилизацию в военкомат, мы все сделаем швидше. Это можно назвать как створение партизанской загонки. Ну что ж, перейду-ка и я к делу. Вместе с ребятами из самообороны я отправляюсь патрулировать Киевскую область. Искать провокаторов. Мы приступаем к выполнению поставленной задачи на практике. Мы отправляемся на патрулирование в Бузовую. Ну что, вполне вперед. Если встретим подозрительную машину, наша задача остановить и проверить документы. Вот только задерживать право не имеем. Нужно сразу вызвать милицию. Если это русские номера, вот, или люди какие-то подозрительные внешности. Или крымские номера, да? Да, интуитивно понятно обычно. Но большинство темных дел, как известно, происходит ночью. Днем все спокойно. Едем по Житомирской трассе, пока подозрительного ничего не заметили. Ну, патруль продолжается. Первая остановка, небольшой привал. Пока самооборона разминается, к ней первые гости. Как вы думаете, кто? Милиция среагировала на людей в военной форме. Мало ли, вдруг зеленые человечки. Это в камуфляжной форме. Давайте проверим. Да, проверяем. Это наш обозрительный. Следующий пункт – аэродром. На территорию режимного объекта нас не пускают. Нужны специальные пропуска. Но навстречу к нам выходит начальник. Говорит, охраняют летное поле, согласно инструкциям. И что делать в случае провокации, знают. Если, ну, не дай Боже, какие-то озбороенные люди приезжают и намагаются пробраться до вас. Например, захопить там аэродром. Есть инструкция. Есть червона кнопка, есть телефонный звездок. Здесь объявили желтый уровень безопасности. В чем он выражается, не говорят. Но уверяют, что ухо держат востро. Не на камеру. Начальник аэродрома признается, что, скорее всего, на День Победы все гражданские полеты отменят. Чтобы не сбивать с толку военных. Аэродром на замке, надеюсь, на крепком. Пока здесь все спокойно. Но что же будет происходить завтра, прогнозировать не берется никто. Но вернемся к нашим саперам в центре Киева. Они отнеслись к странному предмету со всей осторожностью. Да с такой работой и посидеть можно. Внутри коробки оказалась не бомба, а стопка книжек. Кто оставил их на машине и навел страху на всю округу? Загадка. В милиции, говорят, будут искать шутника.